Книга притчей Соломоновых, глава 24, стихи с 1 по 12. Человек мудрый, силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он ус своих. Кто замышляет сделать зло, того называет злоумышленником. Помысел глупости, грех и кощунник – мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это, и воздаст человеку по делам его. Книга пророка Еремии, глава 15, стихи с 19 по 20. На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицем моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкою медную стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя. Ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. Послание к евреям, святого апостола Павла, глава 12, стихи с 1 по 7. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запоминающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамления, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал Отец?» Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 26 по 33. «Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за осари, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцем моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцем моим небесным». Святой Иоанн Златоуст Похвала святому священномученнику Игнатию Богоносцу, бывшему архиепископу Антиохии Великой. Продолжение. Некогда была воздвигнута против церквей жестокая война. И как бы при владычестве на земле жесточайшей тирании все были захватываемы среди площади, будучи обвиняемы ни за что-либо неуместное, но за то, что, оставив заблуждение, обращались к благочестью, отступали от служения демонам, признавали истинного Бога и поклонялись единородному Его Сыну. За что следовало их удостоить венцев, удивления и почестей, зато были подвергаемы наказанию и терзаемы бесчисленными мучениями все, принявшие веру, особенно же предстоятели церквей. Дьявол, коварный и искусный изобретатель таких козней, надеялся, что, погубив пастырей, он легко сможет расхитить стадо. Но уловляющий мудрых в лукавстве их, желая показать ему, что не люди управляют его церквами, а сам он везде пасет верующих в него, попустил быть этому, чтобы дьявол, видя, что и по истреблению пастырей благочестие не уменьшается, и слово проповеди не угасает, а еще более возрастает, узнал из самых дел и сам, и все служащие ему такими гонениями, что наши дела не человеческие, но основа учения имеет корень свыше, с небес, что сам Бог везде управляет церквами, и что воюющий с Богом никогда не может остаться победителем. И не одно только это зло делал дьявол, но и другое, не меньшее этого. Он не дозволял умерщвлять епископов в тех городах, в которых они предстоятельствовали, но убивал их, уводя в чужую страну. А делал он это, и как попытку уловить их, лишенных необходимого, так и в надежде ослабить их трудностью пути, что сделал он и с этим блаженным мужем. Он вызвал его из нашего города в Рим, назначая ему длиннейшие, двойные расстояния для бега, надеясь и длиннотою пути и множеством дней низвергнуть мужество его. Но не зная того, что он имел сотрудником и спутником своим в таком путешествии Иисуса, и потому становился еще более сильным, представлял большие доказательства, присущие ему силой, и больше скреплял церкви. Попутные города, стекаясь со всех сторон, ободряли подвижника и провожали его с великим запасом для пути, подвязаясь вместе с ним молитвами и молениями. И сами они получали немалое утешение, видя мученика, идущим на смерть, с такой готовностью, с какой, естественно, было идти призываемому в царские небесные чертоги. Из мужественной ревности и светлого взора его они самым делом убеждались, что то, на что он шел, было не смерть, но некоторое отшествие, переселение и восхождение на небо. Этому научал он и словами, и делами все города, какие проходил. И что случилось с иудеями, когда они, связав Павла и отослав его в Рим, думали, что посылают его на смерть, а между тем посылали учителям для живших там иудеев. То же самое было и с Игнатием, и при том с избытком. Он прошел дивным учителем не только для жителей Рима, но и для всех городов, лежащих на пути, убеждая презирать настоящую жизнь, ни во что вменять видимое, любить будущее, взирать на небо и не смущаться никакими бедствиями настоящей жизни. Научая их этому и большему этого самыми делами, он совершал путь, как какое-либо солнце, восходящее с востока и текущее на запад, или, лучше сказать, даже светлее его, потому что солнце шествует вверху, изливая чувственный свет, а Игнатий сиял прямо внизу, изливая в души мысленный свет учения. И солнце, склоняясь в страны западные, скрывается и тотчас производит ночь, а этот муж, удалившись в западные страны, воссиял оттуда еще светлее, оказал даже на пути всем величайшие благодеяния, когда же вступил в город Рим, то и его научил любомудрию. Для того Бог и попустил ему там окончить жизнь, чтобы кончина его стала уроком благочестия для всех, живущих в Риме. Вы, по благодати Божьей, не нуждались более в каком доказательстве, уже укоренившись в вере. А жители Рима, где великое тогда было нечестие, имели нужду в большей помощи. Посему и Петр, и Павел, и после них этот муж все там принесены были в жертву. Как для того, чтобы этот город, оскверненный кровью идолов, очистить собственную кровью, так и для того, чтобы самым делом представить доказательства воскресения распятого Христа, убедив жителей Рима, что они не презирали бы настоящей жизни с таким удовольствием, если бы не были сами вполне убеждены, что они взойдут к распятому Иисусу и увидят Его на небесах. Сильнейшим поистине доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, являл после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать и Отечество, и дом, и друзей, и родных, и самую жизнь ради исповедания Его, и настоящим удовольствием предпочитать бичевание, опасности и смерти. Такие подвиги свойственны не мертвецу и не оставшемуся во гробе, но воскресшему и живому. Иначе как объяснить то, что при жизни Его все апостолы, обращавшиеся с Ним, от страха оказались слабыми, предали Учителя и разбежались, а когда Он умер, то не только Петр и Павел, но и Игнатий, не видевший Его и не насладившийся общением с Ним, показали такую ревность по Нем, что предали за Него самую душу. Итак, чтобы все жители Рима на деле убедились в этом, Бог попустил святому там окончить жизнь. А что именно по такой причине, это я удостоверю самым способом Его кончины. Он принял обвинительный приговор не вне городских стен, в овраге или в темнице, или в каком-нибудь углу, но среди театра, в присутствии всего города, претерпел мученичество от выпущенных на Него зверей, чтобы пред глазами всех, воздвигнув трофей победы над дьяволом, сделать всех зрителей подражателями своих подвигов, не только умирая столь мужественно, но и умирая с радостью. Он так радостно смотрел на диких зверей, как будто ненасильственно должен был расстаться с жизнью, но призывался в жизнь лучшую, духовнейшую. Откуда это видно? Из слов, которые он произнес, приготовляясь к смерти. Услышав, что его ожидает такой род казни, он сказал, «Желал бы я получить пользу от этих зверей. Таковы любящие. Они с радостью принимают все, что не терпят за любимых, и тем более считают удовлетворенным свое желание, чем мучительнее их страдание, как случилось и с ним». Он старался подражать апостолам не только смертью, но и готовностью к смерти. Слыша, что они, приняв бичевание, возвращались с радостью, и он хотел не только кончиною, но и радостью своею подражать учителям. Потому и говорил, «Желал бы я получить пользу от зверей». Уста зверей он считал гораздо более кроткими, нежели язык мучителя. И весьма справедливо, потому что этот призывал к гиене, а уста тех припровождали к царству. Затем, когда окончил он там жизнь свою, или, вернее, восшел на небо, он возвратился увенчанным. И это было делом промысла Божия, что он опять возвратился к нам и разделил мученика между городами. Рим принял текущую кровь его, а вы почтены его останками. Вы наслаждались его епископством, а те насладились его мученичеством. Они видели его подвязающимся, побеждающим и увенчиваемым. А вы постоянно имеете его с собою. На малое время Бог отлучил его от вас и даровал его вам с большей славой. Как взявшие взаимы деньги отдают с лихвою то, что получили, так и Бог, взяв от вас на малое время это драгоценное сокровище и показав его тому городу, отдал его вам с большим блеском. Вы отпустили епископа и приняли мученика. Отпустили с молитвами и приняли свинцами. И не вы одни только, но и все лежащие на пути города. С какими чувствами, думаете, они взирали на эти возвращающиеся останки? Какое они получали удовольствие? Как радовались? Какими похвалами со всех сторон осыпали увенчанного победителя? Как храброго атлета, победившего всех своих противников и с блестящей славой вышедшего с места борьбы, зрители тотчас принимают и не дают ему ступить на землю, но несут его домой на руках своих, осыпая бесчисленными похвалами? Так точно и этого святого. Города, начиная от Рима, преемственно принимали тогда и несли на раменах своих до здешнего города, восхваляя увенчанного победителя, прославляя судью борьбы, смеясь над дьяволом за то, что его хитрость получила противоположное окончание, и что он думал делать против мученика, то становилось в пользу ему. Тогда мученик доставил пользу и утверждение всем тем городам, а с того времени до настоящего дня он обогащает ваш город. И как постоянное сокровище, каждый день разделяемое и неоскудевающее, обогащает всех заимствующих от него, так точно и блаженный Игнатий, приходящих к нему отпускает домой, исполняя благословений, дерзновения, бодрости и великого мужества. И так не сегодня только, но и каждый день будем приходить к нему для получения от него духовных плодов. Может, поистине может, приходящий сюда с верою получить великие блага, потому что не только тела, но и самые гробницы святых исполнены духовной благодати. Если при Елисеи случалось, что мертвый, прикоснувшись только к гробнице его, расторг узы смерти и снова возвратился к жизни, то гораздо более ныне, когда благодать обильнее, когда действие духа сильнее, прикасающийся к этой гробнице с верою может получить от нея великую силу. Поэтому Бог и оставил нам мощи святых, желая привести нас к одинаковой с Ним ревности и дать нам надежное прибежище и утешение в бедствиях, постоянно постигающих нас. И так убеждаю всех вас, находится ли кто в унынии или в болезнях, или в скорбях, или в каком-нибудь другом житейском несчастье, или в глубине грехов. Пусть с верой приходит сюда, и он избавится от всего этого и возвратится с великою радостью, получив облегчение совести от одного созерцания. Или лучше, ни одним только находящимся в несчастьях необходимо приходить сюда, но хотя бы кто находился в радости, в славе, во власти или имел великое дерзновение пред Богом, и тот пусть не пренебрегает этою пользу. Он, пришедший сюда и увидев этого святого, сделает свои блага непоколебимыми, воспоминанием об его подвигах, научив душу свою умерять себя и не допустив совести своей превозноситься своими делами. А немалое дело для находящихся в счастье не гордиться своим благодействием, но уметь скромно пользоваться счастьем. Таким образом, для всех это сокровище полезно, это прибежище благопотребно, для падших, чтобы им избавиться от искушений, для благоденствующих, чтобы благо их остались прочными, для недужных, чтобы им возвратить себе здоровье, и для здоровых, чтобы им не впасть в болезнь. Помышляя о всем этом, будем предпочитать пребывание здесь всякой радости и всякому удовольствию, чтобы и радуясь, и вместе получая пользу, мы возмогли и там сделаться сожителями и сообщниками этим святым, молитвами самих святых, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу, со Святым Духом, слава ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok